Приветствую вас, Яна. Я думаю, что совершенно очевидно, что от твоих родителей вы идеализируете, я думаю, что совершенно очевидно, что у вас осталось такое вот, ну, оторвенное от реальности представление о своих родителях. Вот, я думаю, что вам необходимо все-таки видеть в родителях не только родителей, но и людей, вот, а люди могут совершать ошибки, и, собственно, вся позиция, порой все принципы людей строятся именно на этих самых ошибках, как пока человек не совершает ошибку, он не сможет понять, что для него важно, а что нет. Такое бывает. К сожалению, к большому сожалению, такое бывает, потому что это опыт. Значит, что касается секса, то, ну, понимаете, вот, если вы считаете секс чем-то аморальным, грязным, то, по факту, у вас к нему не нормальное отношение, а вы на нём заостряете своё внимание. То есть он имеет здесь какой-то вот, ну, акцент, и с этим акцентом, в принципе, нужно разбираться. То есть, что как конкретно вас задевает то, что, например, у родителей может быть секс в том возрасте, в котором вы описываете. Почему в этом возрасте, в котором вы описываете, у людей не должно быть секса? Если они могут, если они хотят, например. Ну вот. Опять же, считать, что это аморальным, да, вот аморальным, просто по сути своей, без какой-то привязки к, например, негативным последствиям, да, ну, на мой взгляд, является в какой-то степени ханжеством. И мне кажется, что вам это, опять же, пользы самой не несёт. Поэтому вот имеет смысл разобраться вам, конечно же, конечно же, в себе. Вот. Опять же, есть ощущение, что вы достаточно сильно привязаны к своим родителям. Вот есть такое ощущение. Вы довольно сильно привязаны к ним, к своим родителям. И, как бы, эмоционально от них не, ну, не отстранились, в соответствии со своим возрастом. Также вызывают вопросы ваше утверждение о том, что я довольно сильный человек, там, справилась с, может, в самом тяжёлых ситуациях и к этому относилась с умом. Эээ, почему вызывают вопросы? Потому что, эээ, вполне возможно, именно какая-то рационализация здесь. А не реальное пережитие и прожитие самое главное. Потому что, если вы сильный человек, если у вас достаточно много жизненного опыта, ну, не считали бы вы эффект других людей чем-то аморальный. Вот. То есть тут наблюдается какой-то конфликт внутренний, который нужно рассмотреть. Который нужно более подробно исследовать и изучить. Понимаете? Я бы сказал, что вы здесь как-то вот повторяете позицию своей мамы, что она вот говорила, например, что против абортов и так далее, но канал, соответственно, этот аборт делала. И вы в какой-то степени повторяете её позицию, повторяете её сценарий. Эээ, как? Эээ, вы говорите, что секс у вас отношение нормальное, но в то же время считаете её аморальным. Такие вот двойные стандарты, такие вот двойные стандарты, да? Они под то у мамы, что у вас есть. И, возможно, именно поэтому вам неприятно, что мама вот так, по факту, ну, подействовала. Опять же, где связь секса и чистоты? Да? Что, ну, ваша мама действительно чистый человек с точки зрения, ну, с точки зрения духовности. А как можно быть с точки зрения духовности, быть грязным человеком? Вот это, по факту, вы её судите. Да? По факту, вы судите. И если вы судите родителей, вы судите себя, если вы судите себя, вы судите других людей. Вот. А это, в свою очередь, даёт вам довольно существенные ограничения. Ну, вот, в плане взаимодействия с другими людьми. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас. Извини для вас. Уд